В Карачаево-Черкесии полицейские пресекли деятельность преступника, совершившего серию краж из домовладений. Преступление вор совершал наездами в ночное время, причем без какой-либо периодичности и планирования. Поэтому долгое время не могли его задержать. Подробнее в репортаже Карчибиджиева. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Черкесску при попытке совершения очередного преступления задержали 45-летнего жителя Малокарачаевского района, подозреваемого в серии краж из частных домовладений. Злоумышленник оказал сопротивление оперативникам, применив газовый баллончик и травматический пистолет, но его действия пресекли. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли предполагаемое орудие преступлений – маску, перчатки, нож, приспособление для вскрытия окон, отпугиватель для собак. 9 августа мы снова увидели в режиме онлайн человека, который полностью подходил под описание, которое мы увидели с прошлой кражи, с 4 августа, в таком же камуфляжном костюме цвета хаки, с такой же маской, около двух часов ночи. Подъехав туда, дальше пробрались на территорию Республиканской больницы, таким же образом, как и он, по его маршруту. Мы разделились со всех сторон, и уже получилось, что на территории Республиканской больницы, во дворе, мы его уже замкнули со всех сторон. В ночное время он направлялся в частный сектор возле железной дороги. Вскрыв окно, вор проникал внутрь жилища, похищал все ценное – от небольших сумм денег до шуб и ювелирных изделий. Если хозяева оказывались дома и замечали преступника, то мужчина в мгновение ока скрывался. 19 краж и два покушения, которые он совершил с 2016 года. Общая сумма ущерба составила более 8 миллионов 300 тысяч рублей. Деньги, в том числе вырученные от продажи ценных вещей, подозреваемый потратил на личные нужды. Шесть лет, шесть долгих лет он, я не знаю, как вот, ну он растворился бы где-нибудь. Очень мало людей, которые не пострадали или как бы не были напуганы его вот этими хождениями. Преступление вор совершал наездами в ночное время, причем без какой-либо периодичности и планирования, поэтому долгое время не могли его задержать. Для быстрого обмена информации оперативники создали группу в одном из мессенджеров, который включили активных жителей района, который облюбовал для своих краж злоумышленник. Доверительные отношения с гражданами позволили оперативникам в режиме реального времени по камерам видеонаблюдения засечь преступника около двух часов ночи. Не спасли преступника даже маской и темнота, которые не позволяли установить его личность. Проходил, где свет не горел. К нам, думаю, подходил, смотрел, есть кто или нет. Так и пробовал заходить. Что делали с похищением? Пробовал. Где, как? В Петербургске я просто к людям подходил и подал. Фигурант задержан. Расследование уголовных дел продолжается. Руководством ВД по Карачаево-Черкесской республике принято решение о поощрении сотрудников уголовного розыска, раскрывших сложное преступление. Карча Биджиев, Вести Карачаева, Черкесия.